Он пишет, что благодаря падениям он получает потребность, что Творец помог ему, чтобы он дал ему силу, чтобы у него была сила победить желание получать в нём, и он удостоится свойства желания отдавать. Когда человек понимает, что, по сути дела, падение — это нечто важное для продвижения, как, когда приходит падение, нужно, по сути дела, прийти к боли и просить. На самом деле, в чём боль в падении, чтобы он пришёл к истинной просьбе к Творцу? И с одной стороны падение, в котором он должен почувствовать, что оно как раз продвигает его к Творцу, а с другой стороны, он должен прийти к истинной молитве, к боли, что он, по сути, не хочет оставаться в падении. Да. Как сочетать эти вещи? Я думаю, это не проблема, если ты тянешься к тому, чтобы доставлять наслаждение Творцу. Ты должен быть как в падении, для того, чтобы понять, насколько ты далёк, и также на подъёме, чтобы ты понял, что ты собираешься сделать что-то большое для него. То есть, что болит в падении дистанция от Творца? Да. Когда мы видим товарища в падении, что должно болеть у товарища, что он далёк от Творца? Да? Что он далёк от Творца? Ты к чём просьба, товарища? Приблизить его? Приблизить его. Это да. 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 Спасибо. Спасибо.